Ну что, у нас вроде как последний, типа последний урок. Даже не знаю, как-то такое смешанное у меня чувство. Ну, думаю, что мы в какую-то воду зашли. Может, не так глубоко, как хотелось, но мы зашли, мы не на берегу. Я думаю, что вы можете аминь на это сказать, да? Мы что-то получали, такое важное, ценное. Я думаю, что то, что Дух Святой делает с нами, всегда будет иметь отпечаток. Вот, знаете, как залог, как свидетельство, как рождение свыше. И Его работа всегда с нами, может, мы её не сразу видим, но наше желание, вот, я не знаю, мне бы хотелось, не знаю, немножко сейчас говорить о Завете и оставить время, чтобы просто высвободить вот через возложение рук вот жизнь каждого, кто здесь находится, вот это вот печать или благословение отцовства. Я думаю, что у меня лично нету вот этого помазания, то есть я разделяю то, что делает Дух Святой и то, что Он нас иногда использует для того, чтобы Он мог сделать. То есть это, знаете, иногда бывает как просто контакт, чтобы принять это. Я разделяю эти переживания в том плане, что иногда меня Господь побуждает это сделать, а иногда я вообще спокойно, я просто помолился, и я понимаю, что это делает Господь. И я даже не знаю, когда это надо или когда не надо, но вот прислушиваюсь к тому. Но сегодня бы я хотел, вот, ну, знаете, во имя Иисуса просто к кому-то прикоснуться. Вот не просто там. Иногда бывает на это время много, и мы там, ну, как мы вот, здесь же в этом городе, да, у этого, у Максимюка. Да, это в этом же городе было, только я был в другой церкви. Мы уже домой шли, и кто-то подошел, чтобы попросил помолиться, и мы еще молились три часа. Вот за каждого, и там фактически я пророчествовал каждому, когда это было слово, иногда это было очень серьезное слово, иногда было короткое, иногда просто утешение. И мы шли по проходу три часа. Они откуда все, вроде все вышли из зала, а потом, смотрю, обратно все вернулись. Ну, я даже не понял, откуда столько людей взялось. Вначале я с портфелем своим был, потом уже Максимюк забрал портфель, потом кому-то еще там передали. Я думал, что он вообще уйдет куда-то, непонятно. Он своей жизнью там начнет жить, этот портфель. Ну, мы как-то вот по-разному бываем. Но для того, чтобы молиться серьезно за каждого, на это нужно, ну, даже при такой аудитории, ну, хотя бы часа полтора. Но иногда я просто бегал по залу, и там во имя Иисуса, во имя Иисуса, и за 10 минут за 400 человек помолился. Бывало и так. Я не знаю, почему меня понесло по залу, но потом все говорили, мы что-то получили, только просто в момент, когда ты сказал во имя Иисуса, и кто-то исцелился, кто-то там откровение получил, кто-то чего-то. Я доверяю этот вопрос Господу, поэтому давайте мы сейчас поговорим вот такое вот личное свидетельство, я вам скажу. Ну, оно очень важно. Я в последнее время иногда, когда мне Господь попозжает, говорить о каких-то личных переживаниях, потому что мы за эти два года очень много получили корректировок в том, что мы сейчас делаем. То есть Господь нас корректировал. было это в начале 2001 года, в феврале месяце. Мне Господь на посту, это был пост такой региональный по Ростовской области, и на этом посту мне Господь сказал, пользуйтесь секретным оружием. Такое предложение, пользуйтесь секретным оружием. Ну, я думаю, ну, Владимир Александрович, что-то тебе не то. Ну, я не понял, что это пророчество. Я понял, что это вот, мне какая-то мысль такая пролетела в голове. Короче, я задал вопрос, Господи, а почему оно секретное? Господь сказал, ну, вы сами его засекретили. Это мое оружие, но вы сделали его секретным. И потом мы поняли, что это оружие, которое нам дано как пятидесятникам, как людям, крещённым Духом Святым, это вопрос духовной молитвы. Это молитва Духов. И Господь прямо реально, я почувствую, Он меня обличает в том, что мы в церкви этим оружием почти не пользуемся. Мы так вот, как знамение крещения Духом Святым, об этом учим, там что-то это. Но тут просто стала открываться эта картина у того колоссального ресурса, который мы должны иметь в церкви и в доме, в семье. Мы не практикуем много молиться, например, о семейных проблемах. Мы сейчас пройдём по этому вопросу. Я понял, что, смотрите, тот урок, который я начал на прошлый час, вот прошлый урок, да, я говорил о том, что исполняйтесь Духом Святым. Но вот как исполняться Духом Святым? Вот сейчас как бы я хочу показать эту практику молитвенной жизни Духом. У нас есть моменты, когда мы в церкви, ну, вот у вас же есть молитвенные там встречи, молитвенные часы, там утренние молитвы, вечерние, заобедочные, заночные, там каких только нет. И мы там обычно, обычно чем занимаемся? Мы там ходатайствуем и поклоняемся. Поклоняемся и ходатайствуем. Это у нас у всех примерно одинаково. Но есть такая сфера, где Господь говорит, вы не позволяете мне молиться через ваш Дух, ходатайствовать через ваш Дух, когда ваш ум остаётся без плода. Но видим в учении апостола Павла четыре категории проявления молитвы Духом. И вот самый большой ресурс для нас лично сконцентрирован в молитве Духом, молитве языками, когда мы, это даровано для нашего личного назидания. Апостол Павел как бы начинает, ты хорошо молишься, но церковь не назидается. А вот в личном плане это проявление, оно может включаться нами в любое время. Вот мы 24 часа в сутки можем пользоваться вот этой молитвой. Есть область языков, которая без вдохновения Духа Святого не проявляется. Ну, как дар истолкования, как ходатайство, ходатайственный язык. Язык, когда он через дар истолкования поднимается на уровень пророчества, когда он проявляется как иностранный язык. Ну, что мы видим, например, день Пятидесятницы. Это такая область, что тут надо целый семинар проводить, чтобы хоть как-то чуть-чуть заехать туда или заплыть туда. Но я вам скажу, что Господь для церковной и семейной практики нас начал учить вот этому молитвенному поклонению в Духе. И апостол Павел, вот давайте мы можем хотя бы одно место прочитать, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Слушайте, мы, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но мы не знаем проблему семьи, мы не знаем проблему церкви, мы не знаем ту ситуацию, через которую ты проходишь. Мы можем иметь логику, у нас есть религиозный опыт, но мы точно не знаем. Но Дух Святой знает. И он говорит, ребята, это ваша привилегия, зачем вы засекретили это? Вы потихоньку перестали пользоваться этим. Вам иногда даже стыдно в церкви вслух молиться об этом. Мы боимся, а что у нас баптисты подумают, а что там где-то кто-то чего-то скажет. У нас нету такой часовой практики, ну хотя бы час молиться языками. Вы ловили себя на том, что вы иногда, что с вами происходит. Вот есть какая-то ситуация, которая мне непонятна. Я начинаю языками молиться. Я ничего как бы, я не получаю истолкование. Я иногда получаю истолкование, но в данный момент я не получаю истолкование. Но закончив молитву, я знаю, что надо делать. Вы, наверное, все переживали. Ты четко понимаешь, куда тебе надо идти. Как будто в это время Бог подкорректировал твою внутреннюю и внешнюю жизнь. Это привилегия. И он говорит, вы не знаете, испытывая жизнь сердца, знает, какая мысль у Духа, у Духа Святого, с большой буквы, потому что он ходатайся из-за святых по воле Божьей. Единственная правильная корректировка в наш путь приходит через Духа Святого, потому что у него божественные полномочия. Он знает наше будущее, он знает настоящее и прошлое, он знает, куда нам идти, что нам во благо, что нам во зло. И он корректирует этот момент. И мы сегодня не имеем вот этой вот большой практики. Что такое, что такого? А, ну я его просто не включил. Смотрите, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви, Он же Спаситель тела, но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Вот вы знаете, вот это сложная область коммуникации. Мы сейчас говорим о исполняйтесь Духом, но есть вот эта точка в исполнении, где мы в наших вопросах ответственности, повиновения, совместного сотрудничества в перспективах, используем эту потрясающую возможность молиться Духом. Когда мы вместе молимся или раздельно молимся, или получаем Божье откровение через это. Смотрите, вот давайте мы дойдем туда, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Мы уже не раз тут говорили об этой глубине. А смотрите, Иуда пишет, а вы возлюблены, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь как? Духом Святым. Вы помните послание Иуды? Он предупреждает, сильно предупреждает нас от тех верующих, от всякой ереси, от лукавых людей, от этих безводных облаков. И он как говорит, а вы возлюблены, чтобы вообще разобраться в этом, молитесь Духом Святым. Молитесь Духом Святым, иначе вы и не разберетесь, где волки, где лицемеры, брать там или не брать, сидеть или не сидеть, идти, не идти. Как вы можете разобраться, только молясь Духом Святым? Тогда вы сохраните себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего для вечной жизни. Вы не собьетесь с пути, ведущей вечную жизнь. Тут каждое слово пропитано благодать на благодать. Семейная жизнь, поверьте, это самый сложный институт. Из всех институтов, существующих на земле, самый сложный. Если ты успешен в этой области, ты будешь везде успешен. Если ты здесь сдаешь экзамены, тебе нетрудно будет сдавать экзамены в других областях твоей личной жизни. Смотрите, вот тут вот сердцевина. Мы на этом закончим. Как бы вот эту часть. У нас сейчас как бы мы умудримся за час, может быть, три момента. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения, посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Вот апостол Павел говорит, будьте вместе, живите регулярно, стройте планы, стройте дома, двигайтесь куда-то. Но в какой-то момент у вас у всех должна быть практика, когда вы оставляете обычное попечение о плоти. Вы когда-нибудь думали, что секс – это область попечения о плоти. Мы едим, мы пьем, и мы занимаемся любовью. Это все область попечения о плоти, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Чтобы не быть голодным, надо кушать. Чтобы не впадать в искушение, будьте вместе, будьте вместе. Это нормально. Тело мужа не принадлежит ему, но жене. Тело жены не принадлежит ей, но мужу. И поэтому вы регулируете интенсивность этой жизни так же, как вы едите и пьете. Но есть область, когда надо остановиться. Остановиться для чего? На время для упражнений. Молитвы духа. Когда вы берете пост вдвоем. Для чего? Мы обычно посты все. Ну, задай себе вопрос, когда вы с мужем постились ради детей или своих семейных вопросов? Обычно мы этим не занимаемся. Мы можем там решать вопросы войны на Украине. Мы можем решать вопросы благовестия, стратегии, устройства церкви. Чего угодно. Мы берем посты ради чего угодно. Ну, вот так вот, чтобы вдвоем, имея внутри чувства и внутри причину для этого, чтобы мы согласились. Один день вдвоем по согласию. Там написано как по согласию. По согласию. Ну, во-первых, дьявол украл у нас это. Мы вообще перестали мыслить об этом. Это украденное слово. Я вам принес обратно Слово Божье. Вот и все. Я вам точно говорю. Это Божье Слово, которое нужно нам сегодня вернуть. Просто взять это и положить. Да. То есть не уклоняйтесь друг от друга. То есть вы живите каждый день нормальной жизнью. Кушайте, радуйтесь, детей рождайте, целуйте, ездите там, проповедуйте. Но есть момент такой. Почему, когда нам трудно, мы бежим куда-то? Мы бежим к тетям, дядям, к пророкам, к пастырям. А Господь говорит, да слушайте, включите вот это. И я вам точно двоим объясню, где вы, для чего вы и почему вы. Я скажу вам, почему вы застряли. Я скажу, почему вы глупости творите. Почему у вас детей нету. Почему вы не способны принимать сложные решения в своей семейной жизни. А на каком основании тебе кто-то должен учить, когда Дух Святой в твоем сердце? Мы этим не пользуемся. Нам проще прийти кого-то спросить. Такая у людей потребность. Когда Бог начал мне давать пророческое помазание, я заметил, ты только ради этого стал популярен. Все с диктофонами. Все хотят получить слово. Я думаю, ну а почему к тебе самому это не получится? Особенно в семейной сфере. А кто тебе скажет все нюансы и тонкости? Скажи, кто тебе скажет? Я никогда не скажу. Дух Святой знает все нюансы и тонкости. Когда вы остановили, взяли и после начали вместе молиться. Молиться духом. Молиться умом. То есть вы уделяете для этого. Господи, мы дошли до этого участка. Строить нам дом или не строить? Брать кредит или не брать? Я всегда против кредитов. Но иногда вот прямо тебя подперло идти. Господь знает, чем кончится твоя кредитная история. Он знает, что вообще за этим будет. Вы верите в это, что Бог знает? А почему бы тебе не взять пост и вдвоем с женой помолиться? Вот попробуйте эту практику. Она вас так поднимет. Она вас так осветит. Что вы будете удивляться. Я что-то новое открыл вам. Конечно, новое открыл. Но это Божье Слово. Это Божье Слово. Вы читали это? Вы читали. А здесь Господь говорит, достаньте свое секретное оружие. Оно работает в жизни семьи. Оно работает в жизни церкви. Когда мы стали духом больше молиться на наших утренних молитвах. Сейчас у Виктора Григорьевича, одного из помощников моих, пастырем, он после служения у нас молитва каждое утро с 7 до 8. Они с 8 до 9 только языками молятся. Вот собирается команда, они вообще только языками. Целый час, всего-навсего час. Они раньше говорили, мы целый час молимся языками. А теперь говорят, всего лишь час. Да. А потом пошли домой. Столько откровений. В твоем доме все по-другому начали. Поэтому я сегодня, у нас соль этой практики слабая, но я утром стою в 5 часов каждый день. И у меня есть время молиться духом. Я прочитываю 40 глав, это уже несколько лет подряд. Каждое утро 40 глав Библии. Если не дочитал, там куда-то что-то кто-то отвлек, то в обед или вечером. Просто надо надкушаться Слова Божьего. А потом в Духе Святом, значит, молиться. Благословлять детей, благословлять жену, благословлять дом. И все начинает по-другому совсем быть. Ну, все. И теперь еще одна тема. Контракт, Елизавет. Я думаю, мы быстро закончим. Аллилуйя. Вы здесь еще? Как хорошо, что вы здесь. Аллилуйя. Аллилуйя. Источник жизни и силы в счастливом, успешном браке. Вот смотрите, мы сейчас говорим об одном удивительном механизме, который называется молитва духом. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом святым. Ты живой? Не дождутся враги, да? Сейчас я скажу вам по территории, где это работает. Потому что если мы не будем привязаны к территории духовной, это будет постоянной битвой, где дьявол будет нас поражать. Брак, 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 христианский брак, настоящий брак, посвященный Богу, он не на любви стоит, он стоит на завете. Странно, может, кому-то слышать это. Любовь – это сильная составляющая. Это сильно работающая. Любовь – это то липучее, что нас делает. Это те эмоции, в которых мы живем. Это то постоянство, что она не перестает. Она постоянно верит, она покребает. Где любовь, там прощение и все остальное. Но мы сейчас поговорим, сравним завет с контрактом. Смотрите, контракт – это договор. Договор. Скажите, договор. Он всегда носит расчет. Договор – это хорошо. Ремонт делайте с хозяином, заключили договор. Арендуйте помещение с человеком, который дает вам это помещение. Вы заключаете договор. Он юридически вас защищает. Но это мирская система. Смотрите, расчет для защиты личных интересов. Завет, посвященная любовь. Давайте быстро прочитаем характеристику контракта. Контракт имеет временный характер и его цель – сохранить позицию, достигнутую перед заключением контракта. Понятно, да? Контракт заключается с целью получить желаемое. Контракт основан на принципе «ты мне, я тебе». Контракт разрушается, если кто-то из сторон не соблюдает его условия. «Ты мне, я тебе». «Ты со мной по-хорошему, и я с тобой по-хорошему». Вообще как бы, ну вроде как бы какая-то благодать здесь есть, да? Какая-то справедливость тут есть, какая-то сила, так сказать, юридическая тут есть. А смотрите, как выглядит завет. Цель завета основана на пользе другого человека и имеет неперестающий характер. В завете все обещания даются без всяких условий. Аминь. Заветные отношения рассматривают верность как неизменное понятие, где всегда есть место для прощения. Всегда есть сила исцеления. Сбились, помирились, простили и пошли дальше. Контракт тут не работает. Контракт, ты облажался, всё, до свидания. Завет восстановили и пошли дальше. Есть место для прощения. Завет может быть расторгнут только в случае смерти. Да коли смерть не разлучит нас. Вечный завет. Евангельский принцип. Контракт мирской принцип. Завет евангельский принцип. А давайте как бы сам оно проскочим. Что я хочу сейчас сказать? Ну, во-первых, вот сейчас будьте внимательны. Вот так как мы потеряли силу секретного оружия, так мы потеряли. И сейчас я буду говорить о возвращении принцип заветных отношений. Заветные отношения – это евангельский принцип, он живёт на суду. Практика отношений христианской семьи – это контракт. Я стал задавать на конференциях, ну, где все парочками сидят, чисто вот здесь здесь школа, и мы пригласили некоторых людей. Потому что здесь много неженатых, или если они женаты, или замужние, то они, супруги, где-то могут дома быть, это нормально, вы на школе. Я стал задавать вопросы на конференциях. Скажи, дорогая, за что ты любишь своего мужа? Ну, просто не объясняя этот принцип, вначале такой вот ликбез, или как бы вот ток-шоу. Кто думает по этому вопросу так, кто думает по этому вопросу так. Ну, за что ты любишь своего мужа? И начинает высокодуховная сестра, лидер прославления, вообще как бы, ну, такая, на машине сама ездит, там, ну, в общем, всё круто. Ну, пастырь, наверное, потому что он такой сексуальный у меня. А ещё за что ты его любишь? Ну, он зарплату приносит, ну, он вообще детей любит, тёщу мамой называет. И начинает перечислять его заслуги. А ты за что любишь свою жену? Ой, она у меня такая красотка, она у меня кушать готовит. А вы, детки, за что папу любите? А он нам лисипедик купил, саночки, он нам подарил. И все, и вдруг все начинают понимать, что мы давным-давно не живём в атмосфере безусловной любви. Мы уже давным-давно любим друг друга за что-то. Даже не заметили, как сдали эти позиции. Ты со мной по-хорошему, я с тобой по-хорошему. Сколько я разбираю эти такие плотские разборки, когда муж с женой христиане, вообще конкретные христиане, приходят и говорят, но если он изменится, и я изменюсь. Если он будет это делать, я тоже готова. И все ждут друг от друга перемен, хороших дел, хороших поступков, хорошего отношения. Вы здесь сейчас? И мы не заметили, как дьявол сделал нам эту мирскую прививку. Мы потихоньку, мало-помалу, помните, как Господь сказал, я, говорит, мало-помалу буду, вы будете мало-помалу осваивать эти новые территории, чтобы не расплодились звери. По мере того, как вы будете расти, я буду вытеснять эти народы, я буду делать это не сразу. Здесь для нас это очень важно. А что получается на самом деле? Завет обеспечен его присутствием, его ресурсами. Вот представьте, здесь, вот здесь, вот здесь, вот между этими двумя колонками территория Завета. А вон там, за той колонкой, территория контракта. Вот здесь Бог, а там его нет. Там мы молотимся в небо, там мы провозглашаем сильные вещи, но если ты по стихиям этого мира, всего объективных, субъективных причин, уже давно живешь здесь, ты даже не заметил, как ты сюда попал, бедолага. Вместе с женой, своими кулачками, к уюте свое высокодуховное счастье. Ну, без Бога. И вы можете роптать, можете жаловаться, можете там на какие-то конференции ездить, что угодно можете делать, но вы живете не там, где надо. Бог говорит, это не моя территория, пожалуйста, пойди туда, там я, я жду тебя, я не буду тащить тебя за чуб, я не буду тащить тебя за шиворот, я не буду тебе высокодуховных пинков давать. Пока ты сам своими ножками по вере не перейдешь, это небольшое расстояние, это не надо в Ростов ехать, не перейдешь сюда, ничего не произойдет. Не произойдет. Почему? А я Бог Завета. Братья и сестры, он Бог Завета. Он не Бог договоров, контрактов и мирских отношений, он там не Бог, он Бог Завета. Что делает дьявол? Это его, как бы, ну, очень такая вот цель дьявола переселить нас на мирскую территорию, перетащить, переоблестить, что угодно, у него технологий много, чтобы ты тут жил. Вы здесь? Нам-то и надо просто сказать, Господь, мы вместе с женой, со своими драгоценными детками отправляемся на территорию Завета, мы там провозглашаем это, и мы-то там вместе с тобой, как нитка втрое скрученная, пойдем туда, где ты нас хочешь видеть. И тогда чудеса, и ман насыпется, и бананы растут, и что угодно происходит. А если вы еще на этой территории научитесь секретным оружием пользоваться, да вы, вообще-то, непобедимые, непотопляемые, несгораемые аллилуйские христиане. Все просто. Вот куда еще проще? Вот просто детский сад. Дважды два-четыре. Я вам сразу сказал, никакой Америки мы тут открывать не будем, как Колумб. Но есть эти простые истины. Их просто надо запустить. Надо за них уцепиться, на бумажке написать и сказать, Господь, пока не приду, не буду другим заниматься, самая большая беда, это второй пункт, с которого мы начали. Принять решение и постараться, чтобы они, чего? Они осуществились. Принять решение нетрудно, а вот чтобы они осуществились намного сложнее. Сколько минут там на этого третьего часа осталось? Кто не знает? 20 минут! Это вообще. Да, полчаса и даже 35. Чувствую, ты на моей стороне. Я же готов тебя поцеловать. И так, пойдем домой, пойдем домой, пойдем в страну завета, хватит тут ковылять, как Менфивосфей, хромая на две ноги в этом полумирском. Дьявол хочет ассимилировать нас с этим миром, чтобы, называясь христианами, мы как-то так вот прям сильно-сильно имели вид. помните, помните, к Тимофею 3 глава в апостолу Павел говорит, второе послание, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Что, Бог им дал силы, да? Они отреклись, они сами отказались, они засекретили это все, они перестали этим пользоваться. Они вместо того, чтобы гонять на хороших мотоциклах, они на трехколесных лисипедиках катаются и считают, что это круто. У тебя есть трехколесные? Да, и у меня есть. Ну, поехали. Он никогда не упадет. Он же трехколесный. А это совсем уже не то. Не та скорость, не тот транспорт, не те цели. Давайте мы пойдем сейчас немножко поклонимся. Значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас общую молитву такую совершим. А потом, а потом, я вот тут буду стоять, а вы, кто парочкой, а если парочки нет в одиночке, в гордом одиночестве, подходите, и я буду просто говорить во имя Иисуса и возлагать на вас руки. Делеем не будем мазать, пророчествовать не буду, но разве только Господь прямо скажет, скажи Ему, противиться не буду. Но в основном это будет во имя Иисуса, во имя Иисуса, Господа нашего, помазание во имя Иисуса, жизнь во имя Иисуса, исцеление во имя Иисуса. Аминь. Давайте все станем. Давайте все станем. Святой Дух Святой Дух Святой, Дорогой, драгоценный Дух Святой. Мы возвращаемся, мы поднимаемся, чтобы вернуться на твою территорию, к твоему огню, к твоей скинье, к твоей хвале. О, пожалуйста, Дух Святой, излей, излей, открой это секретное оружие, пусть каждая семья начнет молиться. Дух Святой Дух Святой. Пусть каждый знает. Пусть. Пусть придет водительство Святым Духом. Божь. Божь. Мы понастроили замков на песке и подули ветры, и все это рушится. Но сегодня на фундаменте, на фундаменте Слова Божьего мы строим, мы строим. И золото, драгоценных камней, мы отрекаемся от всякого сена, соломы, во имя Иисуса, Сын Божий, дарованный нам. О, Князь мира, Господь вечности, приди сюда, приди сюда, приди сюда, приди сюда, приди сюда, во имя Иисус.